Черная тень Учительный факт В зеркальных осколках луна Умеет найти тишину Мне женская сила нужна Еще одну ночь не пережить одна Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Мои витания, мои страдания, мои искания, эта игра без названия. Ещё одна бессонная ночь в электромагнитной сети, я знаю, что может помочь ночью это перенести. Переплетенье тел, неотягощённое днём, всему есть разумный предел, и эту ночь я хочу быть вдвоём. Мои витания, мои страдания, мои искания, эта игра без названия. Волчий мой рвётся из груди, и белый миск слепи. Волчий мой рвётся из груди, взывая к той, что, может быть, ещё не спит. Мои витания, мои страдания, мои искания, эта игра без названия. Мои витания, мои метания, мои мерцания, мои искания, эта игра без названия. Ну что ж, это песня «Волчий вой». Я её сыграл, записал ещё раз на видео, не потому что у меня больше нету песен, а потому что был запрос показать, как её играть, какие аккорды в этой песне. И песня строится, по сути, на двух аккордах основных. То есть это ми минор, в тональности ми минор. Да, только здесь вот я люблю брать вот этой позиции. Открытый ми минор, то есть тут три пальца. Здесь вот зажимается струна, это тоже ми. Получается октава здесь. И две последних струны остаются открытыми. То есть такой открытый получается аккорд. Можно брать ми минор так. Но он такой немножко глухой. Сложно взять чисто это в этой позиции. Но легко взять вот эти три ноты, зажать три струны. Получаем такой открытый ми минор. Точнее это ни минор, ни мажор, но ми такой. Вот второй аккорд это ля. То есть я не играю шестую струну. Я зажимаю две ноты на этих двух струнах. На третий и четвертый. И ля получается в басу. Вот и я чередую в куплете эти два аккорда. И в вступление тоже. Ну и тут я делаю в проигрыше и в куплете я беру в двух позициях. В принципе это один и тот же аккорд, который можно назвать си бемоль мажор. И получается так. Чёрная тень под водой. Движется медленно в такт. Я теряю контроль над собой. И это утешительный факт. Да? Вот. И получается, что когда я заканчиваю куплет, то я делаю такой съезд. Это не столько аккорда, столько просто ноты. То есть я октаву играю Пятая струна глушится Опять на минор Да, то есть тут просто в припеве получается опять чередование ми минора и ля минора. Дальше идёт куплет. Вот это можно послушать, как я играл. Есть ещё одна третья часть прикольная, которая добавляет песне особенный такой, как мне кажется, глубину, новый элемент. То есть это такой аккорд, называется он САС-2, то есть это ДО, САС-2, то есть вторая ступень здесь звучит. Обычно в аккордах просто есть мажорное трезвучие или минорное трезвучие, а когда тут слышна вторая ступень, более того, мелодия в этой части, она на второй ступени строится. То есть это получается здесь баррэ на третьем ладу и два пальца, как будто бы я взял бы ДО мажор в этой позиции. Только я его не беру, вот эту струну, а здесь баррэ зажимается. Да, вот такой аккорд. И потом я иду на тон выше, на ре тоже в этой же позиции, тоже САС-2. И в этой позиции. То есть это СОЛЬ только здесь. Вот, то есть ДО, РЕ и СОЛЬ. И ЛЯ минор. И волчий ворвётся из груди, и белый диск слепит. ЛЯ минор и ЛЯ. И потом это Си мажор. Открытый тоже аккорд, да, вот это я люблю, эти аккорды открытые, потому что много абертонов, когда звучат открытые струны. То есть вместо баррэ я оставляю баррэ открытым, только шестая струна звездо-жаттера в басу. И опять переход в припев. Вот, так что в принципе песню и куплет, и припев можно играть здесь на МИ минор, ЛЯ минор, но это будет скучно. А когда мы играем в куплете, оно звучит иначе, чем в этой позиции. вот так что так я надеюсь что это было интересно опознавательно и поможет вам играть другие песни сочинять свои если вам хочется больше аккордов на какие другие песни то пишите пожалуйста сюда в комментарии я постараюсь выполнить ваши пожелания на моем этом самом youtube канале спасибо за внимание пока и